Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева. Тема нашей программы – личность, поиск себя и своего дела. Ну а в гости я сегодня пригласила Екатерину Матанцеву, идейного вдохновителя, совладелецу компании МИКО, а также эксперта в ароматерапии. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Катя, с какого возраста вы себя помните? Наверное, более осознанно с четырёх лет. С четырёх лет, да? Вот это четырёх лет мне девушка, девочка, она, наверное, загорала на солнце, ловила жучков, рассмотрела бабочек. Вот это точно. И всё равно о чём ты мечтала. Она там говорила, например, «Мама, я полечу в космос» или ещё что-то. Какие мифы существуют в вашей семье? Ну, на самом деле, в четыре года я мечтала о том, что я буду только собирать с утра до вечера цветы. Я буду смотреть, как порхают бабочки. На самом деле, для меня жизнь казалась, что она всегда будет такой радостной, светлой, среди полей. И я, наверное, до сих пор это иногда ощущаю, поскольку я работаю с растениями на производстве косметики или когда я езжу по поставщикам, отбирая ингредиенты. То есть какие-то вот эти моменты радости, они до сих пор присутствуют в моей жизни. То есть, в принципе, как девочка мечтала, так всё и складывается. Но, наверное, был какой-то путь, потому что путь становления личности, он всегда с чего-то начинается, да? Да, и тут вопрос ещё, что в четыре года я мечтала об одном, а в десять лет я чувствовала, что я хочу быть героем, я хочу спасать мир, я хочу, чтобы вот эти светлые идеи, там, добро побеждало зло. Я очень много таких книг читала. И в такие моменты, поскольку наша компания, она ещё оказывает благотворительность, да, мы работаем по программам по сохранению природы, да, работаем с клиентами. И здесь, наверное, тоже вот эти амбиции, что спасти мир, хотя бы с точки зрения экологии, благотворительности, сохранению здоровья детей, да. Они тоже реализуются, да? Они тоже реализуются. Вот и получается, что то дело, которым я сейчас занимаюсь, да, это своего рода такая общая картина из пазлов, которые были для меня важны ещё начиная с детства. Да, наверное. Хорошо. В каком возрасте вы себя уже прямо чувствовали как девушка, когда вот хотелось внимания, когда хотелось, например, там, да, чувствовать, что тебя весь мир любит, обожает, или ты завоёвываешь этот мир. Тогда какие были мысли и ощущения? Ну, я бы сказала, что такого внимания мужчин, может быть, оно и было, когда я была уже в старших классах, но я очень была принципиально с точки зрения религиозных взглядов, вот, и мне казалось, что там ни за ручку подержаться, ни там, ни обняться и так далее, вот. Но когда я уже выросла, и я вышла замуж, я поняла, что я, на самом деле, очень чувствительна, и мне очень нравится внимание мужчин, да, и я умею, опять же, нравиться, умею себя показать со стороны, как женщина. Но другой момент, что чем более уверенной я становилась, тем меньше у меня была потребность во внимании мужчин. Может быть, это, с одной стороны, такой нонсенс. Я очень много работаю с женщинами, рассказываю про то, как пользоваться эфирными маслами, какие эфирные масла раскроют в тебе женственность, вот. Но я чётко знаю, что когда мне нравилось, например, масло и ланг и ланга, вот, то я чувствую себя не очень уверенно, да, в жизни, и у меня бизнес только ещё становился, вот. Но зато я прям чувствую себя так очаровательна, когда на меня обращали внимание, когда меня приглашали на свидание, вот. И чем старше я, опять же, становилась и увереннее в себе, да, тем больше свою энергию я стала реализовать в своём деле, да, в семье, там, со своим мужчиной любимым. И у меня стала меньше потребность. То есть, с одной стороны, наверное, такой момент уверенности в себе, вот, для меня, да. Но это же составляющая вообще личности, да, это такой стержневой, я бы сказала, да, компонент. Да, да, и когда часть энергии ты направляешь уже в своё дело и не отвлекаешься на мелочи, вот это тоже. С одной стороны, если рассматривать бизнес, да, то, конечно, женский бизнес, он сильно отличается от мужского. А вот вы считаете, что вы занимаетесь именно женским бизнесом? Мне так хочется... Верить в это, да? Да, хочется верить в это, хотя я, конечно, понимаю, что то, какая я была раньше, какая я сейчас, всё равно бизнес, он сказывается на тебе, потому что с утра до вечера, на самом деле, я решаю не какие-то там маленькие проблемы, да, там, что купить, как прибраться, какие вещи, а я в основном решаю там, тут там оборудование сломалось, тут поставщик там не то качество товара прислал и отказывается забрать, например, сырьё, да. Вот. Или, например, там пиар-служба что-то там не дописала, в каком-то конкурсе мы не победили, и тут уже вопрос, что как мы такая компания, мы не могли себя представить, чтобы быть лучшими. И получается, что каждый день ты сталкиваешься с проблемами, которые они могут решить целые отделы, да? И мне нужно на своём уровне решать. И я даже заметила, что иногда на отдыхе, уже отдыхая, мне любимый мужчина говорит, Катя, пойдём, ну нет тут автобуса. Я такая, нет, подожди, где-то должен быть автобус, мы можем как-то добраться. Он говорит, ну всё, такси закажем. Я такая, нет, ты не понимаешь, не может быть проблемы, которые я не могу решить. Ну то есть всегда есть выход из любой ситуации. То есть это моя жизненная установка, и она позволяет делать иногда невозможные вещи за, может быть, более короткие сроки, чем обычным человек может решить. Но тем не менее, конечно, в женском бизнесе присутствует и какой-то шарм, очарование, когда ты работаешь с эмоциями людей. То есть тебе важно договориться, это никогда не сухая логика. Тебе надо договориться с сотрудником, чтобы он преодолел своё сопротивление, да, и всё-таки сделать так, как надо. Тебе надо договориться с партнёром. И тоже получить то, что ты хочешь, да? Уже включая логические доводы, да, почему тебе надо отгрузить дешевле, насколько ты до этого миллионов там закупал, да, и почему тебе надо дать более выгодную цену, а может быть, ещё и отсрочку. Вот, и причём желательно всё сразу. Я как-то с голландской компанией разговариваю, они говорят, ну вы хотите всё и сразу. Я такая, да, конечно. Это же логично. Причём он ещё потом спросил, типа, может быть, ещё какой-то момент. Я говорю, да, я знаете, когда уезжала, я спросила своих девочек, а что мне ещё Деннису передать, ну, в Голландию? Они говорят, а можно, Деннис, выучить русский язык? И я говорю, Деннис, вот у нас было такое пожелание, чтобы выучили русский язык. И он реально записывает, как десятый путь, такой, Деннис, выучите русский язык. И говорит, я уточнила в руководстве. Вот так смешно. Вот это человек-машина, да? Да, да, да. Потому что я всё равно стараюсь исти переговоры, чтобы это было душевно. И, наверное, на этом и часто держится бизнес. Многие не понимают, в чём секрет. На самом деле секрет в том, что я не забываю, что я в бизнесе ещё и женщина, да? Да. Что немаловажно. Катя, я с удовольствием читала ваши посты в социальных сетях, когда вы отправились в путешествие на Алтай. Вот как прямо вот так случилось, что сердце позвало, да? Что вы отправитесь навстречу. Навстречу чему вы туда ехали? Расскажите. На самом деле интересно было то, что я приехала до этого в Вильнюс к коромотерапевту. И она сказала, я так хотела побывать в Алтае, там, собирать эти травы, делать из них эфирное масло гидролаты. Вот. Но то, что, поскольку я человек делаю, я всегда привыкла строить из этого так, надо на Алтай, надо приехать, получить эфирное масло гидролаты. Вот я спланировала. А до этого у меня была поездка в Прованс. Мы организовали путешествие для блогера, которое выигрывало у нас путешествие в том году. Вот. И мы были в Провансе, ездили по шикарным этим гостиницам, по вот этим лавандовым полям, деревья кипарисов и так далее. И получалось, что наше путешествие в Алтай было сразу после Прованса. И я прилетела сразу в Алтай. И, конечно, первое впечатление это было, зачем вот эти условия, да, палаточный домик. Если я только что была, да? Я была только что в шикарном отеле там с ароматами лаванды, а тут я в холоде, в голоде и так далее. Но я действительно за 10 дней я вернулась другим человеком. Я даже первую неделю, когда вышла из отпуска после вот этого путешествия в Алтай, я ходила на работу и думала, ну всё, Катя Маттанцева умерла. Где-то, где-то... Та прежняя, да? Да, то есть та прежняя, которая вот вечно рвалась кого-то победить, что-то сделать, кого-то переубедить в чём-то. А я вернулась совершенно спокойно, я слушала сотрудников, они говорят, Екатерина, вот тут не получается. И я такая, хорошо, а как дальше вы планируете это сделать? Ну вот так и так. Я такая, хорошо, идите. То есть если до этого... Да вы что? Как это не получается? У меня всегда были идеи, у меня всегда было желание сделать это быстрее. То тут я стала более спокойной, я более спокойно стала принимать жизнь. Алтай, он очень разный. Я ездила сначала в Акташ, и там было холодно, мы были в низине, в горах, вот, а потом мы приехали на Мультинские озёра. И мы, когда вышли из машины, всей группой, нас было 8 человек, мы вздохнули этот воздух, и такие, вот это Алтай, вот это кислород, вот это воздух, вот это место силы. То есть это действительно шикарные горизонты, это пространство. У нас... Мы выходили из юрты, у нас был круглый такой домик, мы выходили, у нас была веранда, такой балкончик получается, и мы смотрели вниз на речку, горная речка, а вверх шла в горы тайга. И получалось, что ты с одной стороны где-то, где много пространства, с другой стороны вот этот лес, вот. И когда мы добрались до Мультинских озёр, там было хоть и 10 километров, но мы ехали 4 часа, ну, потому что вне дорожья. И эти Мультинские озёра, они как мальдивы. Конечно, там не такая погода, там прохладные эти озёра, но я купалась. И это, оно, наверное, так тебя погружает, что очень много красивых мест у нас внутри России. И я, конечно, сама, как часто путешествую по работе или лично, я всегда ставлю себе в том числе путешествия по России. Потому что вот всё, что я видела в других странах, я видела то же самое в России. То есть можно любоваться, можно тратить меньше денег, вот, и при этом можно знать только русский язык, потому что у многих путешественников ещё ограничения в плане языка. Языковой барьер. Хорошо, Катя, а вот вы вернулись в другая. Какие компетенции вы привезли из Алтая? Для себя. Я, наверное... Ну, кроме того, что вы стали спокойнее. Да, стала более спокойнее. Я стала, наверное, больше принимать, что что-то действительно невозможно, вот, а что-то нужно выжить. Тут ещё, знаете, такой момент, опять же, если вернуться к эфирным маслам, про что я люблю рассказывать. Я, когда приехала из Алтая, я включала аромалампу четыре дня шалфей мускатный. Вот. Ну, у меня приезжал как раз друг, и я такая, что это расслабиться, чтобы вот после дороги отдохнуть. И потом где-то неделю я ходила на себя, смотрела и думала, ну, вот, знаете, что-то... А потом у меня через вторую неделю уже день рождения у друга, а я же обычно всё придумываю, мероприятия, идеи. А тут вот две недели спокойствия. Я говорю, ну, всё, откладывать некуда. И завтра уже он приезжает, я ещё ничего не организовала, никаких сюрпризов, подарков, ну, ничего. Просто вот я ждала своего вот энергичного состояния. Я беру на столе масло, эфирное масло корицы, вот, понимая, что мне больше, ну, некуда, я вдыхаю масло корицы. У меня за 15 минут приходит вот эта вот творческая какая-то энергия, энергия пошла. Вот, я придумываю, я обзваниваю всё, что нужно. И я где-то за 20-30 минут организовала такой день рождения. Вот. Я такая, ну, всё. Надо было просто не шалфим и скатный нюхать, а корицу. А корицу, да. Вот когда ты знаешь все эти маленькие хитрости, да, как здорово, когда они начинают служить именно на пользу тебе и твоей жизни, да? Да. Хорошо, мы об этом ещё про эфирное масло расскажем обязательно. Вот вы писали про то, что в Алтае встретили какое-то растение, которое пытаетесь найти у нас здесь на Вятке. На самом деле проект по Алтаю, это была маленькая предыстория к тому, что мы хотели бы выращивать сами растительное сырьё, потому что мы некоторые сырьё заказываем в больших объёмах, там, у тонны, например, и везти это из Европы, и потом сейчас такие вопросы с курсами идут. А сейчас столько земель у нас в Кирове, да? Да, у нас в Кирове очень много земель, и причём часть сырья можно выращивать даже в наших климатических условиях. И я всегда всё-таки за импортозамещение. Я очень рада, что часть женщин стали пользоваться российской косметикой, да, что они не считают, что это хуже, чем французская, например. Вот. Что здесь важно именно сам бренд и само качество, да, а страна происхождения, она не всегда говорит о качестве продукта. И точно так же с ингредиентами, тем более, что у нас в июне был представитель Экосерт, то есть сейчас нашу косметику мы сертифицируем как органик, и для меня уже понятно, как ингредиенты тоже сертифицировать органик, что мы можем сделать органические ингредиенты в России, вот, если мы сертифицируем. Потому что, на самом деле, мы сейчас, как производство, привязаны к европейским поставщикам, потому что только они дают нам органик качества. Вот. В России многие только натуральные. Вот. А органик – это значит выращенный без пестицидов, то есть сырье не содержит остатки вот этих вредных веществ. И таким образом, что в Алтайе мы увидели, как это производить, какие еще интересные российские растения содержат ароматические вещества и очень вкусные, потому что косметика, она должна быть не просто, ну, приятной на ощупь, там, делать кожу гладкой. Я считаю, что косметика, она должна приятно пахнуть в том числе. Было бы не плохо. Чтобы у женщины было удовольствие, причем не от этих отдушек синтетических, да, там, клубничка, сливки, а чтобы это пахло вот как живое растение. Да, как естественно. Это было приятно. И мы нашли там смородину дикуша. Так. Она отличается по запаху от нашей смородины. Вот у нее более такой парфюмерный даже аромат, очень нежный. И у меня брат взял оттуда образцы, мы высадили их, и поэтому, я думаю, что через год, через два мы уже будем выращивать на плантации это растение. Отлично. То есть в путешествии ездили не одна, да? У нас была целая команда, да, восемь человек. Потом даже к нашему путешествию добавился еще один человек из Франции. Девушка очень впечатлилась ароматерапией. Вот. У нас там был ароматерапевт, у нас там был фитотерапевт, у нас мы брали нашего косметолога, специалиста с лабораторией по производству новых продуктов, и в том числе блогеры. То есть мы придумываем разные интересные активности с блогерами. Мы считаем, что просто отправить продукт на тестирование и заплатить блогеру деньги, но это не совсем, это что-то уже такое устаревшее. Мы стараемся придумывать активности, да? То есть когда ты даришь впечатление человеку, да, но это ты не забудешь. То есть получается, что не только вы выходите из какой-то такой зоны для себя комфорта, да, что-то открываете новое, да, что-то познаете, но и те люди, которые в вашей команде, они тоже рядом с вами растут и развиваются. Да, конечно. Это приятно, чертовски бывает. Хорошо, но теперь немножко вернёмся, почему всё-таки так интересует всё, что связано с аромамаслами. Почему ароматерапия? Почему на себе испытали сначала когда-то это, а потом уже поняли, что это может помогать и другим людям? Ну, на самом деле, когда я приняла решение, что надо производить полностью натуральную косметику, поскольку в 2008 году не было каких-то натуральных аналогов на рынке России, были только, может быть, европейские в Москве, то, конечно же, я поехала на выставку, которая есть в России, Интершерм, и познакомилась там с ароматерапевтом из Франции, ну, с переводчиком на английском мы общались, и он меня заразил этой идеей, да, что с помощью ароматов можно не только делать эффективную косметику, поскольку ароматические компоненты, они проникают в глубокие слои кожи и позволяют проводить другие экстракты, другие масла в глубокие слои кожи, собственно, где и возникает проблема сухости, например, или морщины. Но ещё и то, что эфирная масла воздействует на наше сознание, да, то есть эфирная масла, когда мы вдыхаем аромат, на самом деле ароматические молекулы, они через рецепторы в носу поступают в лимбическую систему головного мозга. А эта система, да, самая древняя, во-первых, отличает за инстинкты, то есть сохранение жизни, размножение, продолжение рода, и на лимбическую систему, которая отвечает за настроение, за мотивацию и за поведение. То есть представляете, если вам не хочется что-то делать, вы вдохнули аромат и пошли быстро что-то делать. А вечная мечта женщин, чтобы мужчина стал больше денег зарабатывать, ты накапал эфирное масло, ему не хотелось что-то делать, и он хоп, замотивировался сам и пошёл. Значит, получается, что есть такая, ну, своего рода такая магия, да, с помощью которой мы, ну, пусть это будет наука, магия, как хотите, конечно, наука. Это наука, на самом деле, с точки зрения Европы, потому что там все исследования приводятся, то есть как вот это ароматическое масло воздействует на какую кору головного мозга или на какую часть головного мозга, вот, и какие после этого были реакции у человека. Например, мужчинам давали вдохнуть эстрогеноподобные ароматические вещества, и у них гипоталамус активизировалось, кровообращение, то есть, да, отвечающее за размножение, да, реакцию. А женщинам давали эстрогеноподобные ароматические вещества, и у них тоже. А если женщинам давали эстрогеноподобные, да, то не было никакой реакции. То есть это говорит о том, что инстинкт из размножения, да, вот наша сексуальная энергия, она связана с обонянием непосредственно. И нам нравятся именно те мужчины, да, которые имеют наиболее непохожную на структуру ДНК. То есть выбираем мужчину, в том числе по обонянию, мы выбираем мужчину для здорового потомства, для рождения здоровых детей, для мужчины, который будет нам похож по темпераменту. То есть если мы руководствуемся не принципами хорошо зарабатывать или симпатично выглядеть, а именно принципами, что он нас возбуждает, да, что у нас страсть к нему, вот, то здесь всё-таки больше возможностей найти подходящего себе спутника жизни. Хорошо, вот, Катя, тогда давайте, так как называется у нас программа практическая психология, да, мы немножко откроем какие-то такие секреты, да, можем уже назвать какие-то эфирные масла. Вот, например, женщина современная, она всё время там в бизнесе, да, она говорит, ой, моё либидо уже спит давным-давно, да. Как женщина может с помощью аромамасел напомнить себе, что она женщина и, в принципе, разбудить свою либидо? Вот на самом деле для меня эта проблема тоже не обходит стороной, поскольку очень много я решаю проблем, и я тоже устаю и умственно, и физически. переключиться после тяжёлого, физически нагруженного, там, умственно нагруженного дня позволяет масло жасмина. То есть, вдыхая 15-20 минут ароман жасмина, вот, у нас, во-первых, улучшается концентрация внимания, то есть, несмотря на это исследование по жасмину, что несмотря на то, что это масло расхлабляет, обладает седативным действием, да, то есть уходит агрессия, вот это волевые качества, которые мы проявляем в бизнесе, у нас активизируется та зона головного мозга, которая отвечает за настроение, да, вот за это, хорошая чувственность, вот, то есть, разогревается чувство, то есть, вот эта холодность уходит эмоциональная, и, на самом деле, я сама по себе много раз проверяла, когда вот я знаю, что всё, у меня сегодня свидание, я пришла, у меня 40 минут есть перед свиданием, чтобы как-то себя смотивировать, вот это женское состояние, когда ты, знаете, вот как женщина лежала целую неделю, там в кровати, ела персики, болталась с подружкой, слушала любимую музыку, отдыхала, готовилась к этому свиданию, а когда ты приходишь с работы, у тебя там дети, там бизнес, там и так далее, да, ну, это же не только бизнес, это и обычные женщины устают на работе, вот, то тебе надо тоже, ведь у мужчины, у него пятница, ему надо расслабиться, да, ему надо выпустить свою, тоже там агрессию, в виде там тестостерона, да, страсть свою утолить, то это получается, что как раз жасмин, он делает тебя чувственной, у тебя возникает желание, и иланг-иланг, то есть, если раньше я больше пользовалась иланг-илангом, наверное, он был для меня очень чарующим, вот, очень быстро расхаблял, да, и настраивал на это настроение, вот, то сейчас, наверное, я больше пользуюсь жасмином, но жасмин, он более дорогое масло, поэтому можно и иланг-иланг, если же есть женщина, это мы говорим про женщин, может быть, не очень уверенных в себе, но те, которые любят цветочные ароматы, вот, если женщина будет более-таки, может быть, холодные ароматы, то разжечь страсть, помогут в том числе и масло лаванды, если женщина особенно чувствительная такая, знаете, может быть, склонна к обидам, вот, бывает, что женщина вот обижена на мужчину, и вот как-то вот, ну, не лежит у него душа, чтобы удовлетворить его потребности, то масло лаванды, оно как раз будет снимать обиды, будет убирать вот эту зацикленность на больших чувствах, там, зависти, обиды, вот, каких-то таких разрушительных чувствах, вот, и тоже получается, что ты будешь уже легче идти на диалог с мужчиной, ну, и масло корицы, корицы, да, оно снимает эмоциональную усталость, оно тоже возбуждает, оно эрогенные зоны стимулирует, вот, и как раз тоже подходит, когда у вас, например, вы уже давно в отношениях, и вот надо разжечь эту страсть, не только вам, да, но и мужчине, то здесь уже можно аромалампу использовать, я рекомендую аромодиффузор, на самом деле, аромалампу, ее надо, во-первых, зажечь огонь, налить воду, и следить, чтобы вода не выкипала, а потом есть и маленькие дети, вот, аромодиффузор, я его купила во Франции, правда, в России еще вот не искала, он испаряет воду, и плюс в том, что вода, если испарилась, то он выключается автоматически, дети, они его либо выключат, но они ничего с ним такого не смогут сделать, очень удобно для детской комнаты, я тоже, раньше сыну ленилась огонь ставить, следить за этим, сейчас я использую аромодиффузор, у меня уходит проблема, и мужчина, когда он приходит, вы просто даже можете проверить, не всем, конечно, мужчинам нравится жасмин, но по исследованиям, жасмин повышает уровень тестостерона у мужчин, то есть у мужчины он тоже возбуждается, и у него уже к вам лежит душа, или как мы можем назвать это состояние. Так почему-то вспоминаешь какого-то поэта, который писал про то, что жасмин, цветок жасмина выручает многие и многие сердца, у нас есть такие моменты. Катя, а вот когда вы, ну, бывает такое же в жизни, что, например, смотрите, домочаться как-то немножко захворали, там ещё что-то, то тоже на помощь приходят аромамасла? Да, и здесь, если мы будем рассматривать просто принцип использования в виде аромалампи эфирных масел, то это наиболее эффективный способ лечения, потому что цитрусовые эфирные масла, хвойные эфирные масла, они убивают до 80% бактерий, передающихся воздушно-капельным путём. То есть если вы зажгёте аромалампу, через 40 минут уже этих бактерий будет меньше. Второй момент, который рассматривается в холистической ароматерапии, это когда эфирная маска, вот ты вдыхаешь аромат, и оно помогает организму в свои процессы восстановления включить, то есть позволяет адаптироваться. Активизируешься, да. Да, и получается, что организм сам начинает себя защищать. У него, если до этого ослаблен иммунитет, то здесь, во-первых, меньше бактерий становится в воздухе, во-вторых, активизируются собственные силы. И даже за счёт вдыхания ароматов вы можете снизить количество антибиотиков. Это тоже уже доказано исследование, что большинство эфирных масел позволяет снизить количество антибиотиков. А антибиотики – это же побочное действие всё равно. Мы не говорим, что надо отменять теперь обычную медицину, поскольку ароматерапия у нас нетрадиционной медицины. Мы её больше рассматриваем всё-таки с точки зрения поддержки организма. Вот, например, антибиотик, он убьёт микрофлору в кишечнике, а эфирные масла, они позволяют всё-таки микрофлору восстанавливать. Плюс они повышают иммунитет, укрепляют иммунитет. Потом позволяют, например, способствуют отхаркиванию, например, масла эвкалипта. И таким образом, чтобы не заболеть, я рекомендую использовать масло грейпфрута, масло лимона, масло мирта или масло чайного дерева. Эти масла позволяют не заболеть. Если вы уже заболели, то здесь уже масло чайного дерева, базилик или эвкалипта. То есть, получается, ещё зависит от стадии, да? Да, да, да. То есть, конечно, когда у вас уже серьёзно идёт, например, ребёнок неделю болеет, то я уже рекомендую в столовую ложку масла одну капельку чабреца добавить и наносить на лимфоузлы. То есть там, где идёт выработка коренных телец, которые защищают наш иммунитет, если наносить чисто на лимфоузлы, вот под горлом или под мышками, то вы увидите, как за три дня ребёнок уже выздоравливает. Ведь это жалко даже смотреть. Почему я люблю ароматерапию? Первое – это быстрый эффект. То есть мне некогда сидеть даже, ну, я извиняюсь, с ребёнком там две недели, десять дней. Я люблю, вот, сделал, и за три дня я вижу, что ему уже лучше, и уже через три дня я могу его оставить, например, с бабушкой. И просто утром-вечером он использует лекарства. Ну, у меня это, в моём случае, это эфирная масла, а у кого-то это могут быть лекарства от врача. Катя, а есть такие эфирные масла, которые, например, понижают, ну, я читала, только не помню, какие, да, может, вы мне подскажете, которые, с помощью которых можно даже понизить температуру у ребёнка или у взрослого, да? Да, позволяют снизить температуру. Ну, мы вообще сейчас медицина рассматривают, что повышенная температура позволяет быстрее выздороветь. Да, что это вообще считается? А когда это уже 39, то, конечно, здесь надо помогать организму. Это масло лимона, масло мяты, масло сосны. Ну, вот если рассматривать для детей аромолампу тоже, то это масло лимона всё-таки, потому что сосна и мята, её, ну, вот, мяту вообще лучше использовать для детей старше 12 лет. Вот, то есть у эфирных масел, у них тоже есть ограничения по применению, поэтому нельзя просто взять, так, любое масло и капнуть ребёнка, ему будет хорошо. Здесь важно тоже разбираться, что есть детские масла, например, ромашка голубая, она дорогая, но она очень хорошо снимает воспаление, она обезболивает. То есть, представляете, найти природное обезболивающее средство. Это именно ромашка, да? Она помогает и при зубной боли, или когда боли у ребёнка, когда ломка, например, идёт, воспалительный процесс. То есть за счёт чего, опять же, действует? Когда вы вдыхаете романтические молекулы эфирного маска ромашки, то эти вещества поступают в кровоток, захватываются рецепторами носу, поступают в кровоток, и уже в крови идут сигналы в нервное окончание, через кровь поступает головной мозг, и дальше идёт информация на нервное окончание, чтобы снизить вот этот болевой порог. То есть и снимает воспаление, и в том числе снимает боль. Это же не как лекарство, просто снимает боль, и всё. А здесь именно, что и воспаление снимается, и боль уменьшается. То есть это всё-таки положительный эффект, и многосторонний. Недаром говорят, что чудеса, они бывают в тюбиках, да? В тюбиках прозрачных, в тёмного цвета. Почему у нас эфирные масла стараем мы хранить в тёмных таких... А потому что эфирные масла, они от воздействия солнечных лучей могут быстро портиться. И здесь вопрос, что хвойные, цитрусовые масла особенно подвержены порче, поскольку там содержатся терпены, которые окисляются. И если они окислились, то они могут, наоборот, способствовать, например, развитию рака. И здесь хвойные, цитрусовые важно хранить, например, даже в холодильнике, не просто в тёмном месте. Другие масла, они уже меньше содержат терпенов, они могут долго храниться, год, два года. И здесь вопрос, опять же, в том, что часто в аптеках продаются дешёвые масла, они, конечно, не подходят для лечения. То есть мы с вами понимаем, что натуральные эфирные масла, они всегда, чаще всего, бывают дорогими, да? Да, они дороже, и срок годности на цитрусовые, на хвойные, это обычно один год всё-таки. Если вы видите, что масло стоит 90 рублей, что срок хранения его там 3 года, то это, скорее всего, всё-таки восстановленная масла, которая не содержит, например, терпенов, но оно и не будет обладать теми свойствами, которые нужны для восстановления наших сил. Вот оно что, да? Да, и обязательно далеко от батареи хранить, от нагревательных приборов. Да, и от солнечных, чтобы тоже, да? Да, и, ну, конечно, на окне ни косметику, ни эфирное масло лучше не хранить. Вот сейчас впереди осень, да? Уже, я уже как практикующий психолог, уже вижу вот эти моменты, когда приходят, говорят, у нас уже, кажется, сезонная депрессия начинается. Как можно справиться с помощью аромамасел вот с этими депрессивными состояниями? Понятно, если это не органические какие-то заболевания. Да, и здесь тоже интересный принцип, откуда у нас возникает плохое настроение. То есть часто определенные гормоны, да, например, там адреналин создают у нас определенное настроение, да? Недостатка серотонина создаёт тоже определенное настроение. И таким образом, что по исследованию эфирные масла, они воздействуют на надпочечники, которые как раз стимулируют выработку гормонов тех или иных. То есть это не гормоноподобные вещества, но это вещества, которые просто стимулируют головной мозг, а головной мозг уже направляет сигналы на выработку определенных гормонов. Таким экологичным очень способом, да? Да, очень экологичным, без побочных действий. И таким образом получается, что самым сильным транквилизирующим действием обладает маска апельсина. Так. То есть оно позволяет создать как раз хорошее настроение, убирает депрессии, перепады настроения. А ещё, мне кажется, именно цитрусовые, они здорово помогают наладить общение. Да, улучшают коммуникацию, например, если у вас сложности с коммуникациями, особенно хорошо масло грейпфрута. То есть у каждого цитруса ещё, у него своя такая изюминка есть. Я вот иногда делаю аромодиагностику, да, я знаю, что эта маска больше отвечает за творчество, а вот эта больше отвечает за коммуникацию. Я человеку говорю, вы устали от коммуникации. Человеку говорю, да, откуда вы знаете? Вот, но я вижу, что у человека есть потребность в этом, что ему это тяжело, ему нравится эта маска, да, законоподобие. Мне не хватает, значит, мне это очень нужно. И я уже смотрю по реакции, что вот апельсин часто нравится тем, у кого там отсутствует радость в жизни. Ваниль. Ваниль это вообще говорит о том, что человеку не хватает вот этой любви, заботы, внимания. Корица, да, я тоже, если человеку нравится корица, с одной стороны, конечно, это очень энергичный человек, у него сильно нервная система, он очень творческий, сексуальный. Конечно, высокая потребность у этого человека, у этой женщины или мужчины. Но ещё и о том, что ему не хватает тоже уюта, тепла. То есть, возможно, у него дома, у него, возможно, какая-то холодность присутствует. И таким образом, конечно, осеннюю хандру можно разгонять маслом апельсина, маслом корицы. Масло лаванды с берегамотом позволяет убрать депрессивное настроение, убрать, ну, такие вот уже какие-то плохие мысли, да, настрой вот этот вот негативный. Маска базилика, если вы смешаете базилик и маска апельсина, то это маска счастья. О, как здорово. Да, то есть, если вам хочется реально счастья, то вы вдохните. Ну, многие вдыхают маску базилика и говорят, фу, я такого счастья не хочу. Ну, на самом деле, да, подышишь, подышишь, и перемываешь. На самом деле, когда ты вдыхаешь, у нас есть средства для дезинфекции в ванной и комнате. И у нас первое время, когда мы продавали, я не знала, что происходит с мужчинами. У нас женщины говорили, у меня муж стал прибираться в ванной и в туалете. Что происходит? Мы, ну, не знаю, полюбила уборку. А на самом деле, там маска эвкалипта и маска базилика. Это мощная смесь, которая убивает бактерии, как раз именно в таких пропорциях. Но побочный эффект от того, что у тебя снимается усталость и создаётся вот такое насхождение вечерним досугом, да, вот этим домом, отдыхом. И получается, что когда ты приходишь с работы, и у тебя дома ещё там жена ворчит, вот это и это. А ты приходишь, и у тебя, например, вот этот базилик с апельсином, и у тебя сразу автоматически радость, тебе хочется с работы вернуться. Тоже рекомендую использовать женщинам для того, чтобы мужья чаще были дома. У нас осталась всего лишь минута, да, Катя, можно ли ещё такой вопрос? Если вы себя сейчас оцениваете как вот, мы вас всех оцениваем, да, как личность, то всё-таки какая ваша формула? Вот с чего вы состоите? Вот вы же складываете формулу там, да, вот две капельки вот этого масла, вот этого, и вот уже, пожалуйста, запах счастья. Вот тебе, пожалуйста, уже у тебя состояние великолепного настроения. Ваш успех, формула вашего успеха? В чём? Наверное, 50% я бы сказала, что это воля, это уверенность в том, что я права, это уверенность в том, что если человеку выгодно с нами работать, да, мы с ним работаем, если невыгодно, то я и буду ему это объяснять. То есть, наверное, моя такая уверенность, когда я иду на переговоры или когда я с кем-то разговариваю. Вот мне часто спрашивают, знаете ли вы, там, какой должна быть компания? Я чётко знаю, кем мы будем, что мы будем делать, с кем мы это будем делать. Такая уверенность какая-то мне по природе дана. С другой стороны, это в том числе вот это женское очарование, удовольствие. Мне нравится работать с женщиной, мне нравится самой быть женственной, да, мне нравится работать с мужчинами, да, чтобы рассказывать им, какие им женщины нравятся. Я аромодиагностику и для мужчин тоже делаю. Вот. И, наверное, ум, ну, ум не такой, знаете, как вот есть люди начитанные, никогда я себя не считала умной. Есть академический ум, да? Да, у меня не академический ум, у меня такой ум практически. Я чётко знаю, какой метод здесь нужно применить. Меня иногда приглашают, там, приедите на клуб маркетологов. И мне нечего вам рассказать, потому что то, что я делаю, подходит конкретно для меня. Я могу рассказать свою историю успеха, а вы уже сами берите, что вам из этого подходит, а что нет. Спасибо большое. Сегодня было много интересного, увлекательного и, что самое важное, практического. Спасибо. Сегодня у меня в гостях была Екатерина Матанцева, идейный вдохновитель и совладелец компании МИКО, а также эксперт в ароматерапии. Спасибо. Хорошего вечера всем. Отлично. Ну что, это была программа «Практическая психология». И я, Надежда Бушмилевна, желаю всем добра, любви и счастья. Практическая психология.